В Алматы подвели итоги первого года обучения в рамках корпоративной программы группы «Казахмыс» по развитию талантов. Цель программы – создание резерва руководящих кадров, подготовка будущих лидеров, способных эффективно управлять компанией и обеспечивать ее дальнейший рост. Уникальность данной программы заключается в том, что мы определили, какие потребности в обучении будущих лидеров существуют в компании. И под эти потребности разработали такую, можно сказать, уникальную образовательную программу, состоящую из трех модулей. Мы представили ее нашим отборочным кандидатам, участникам программы. Текущий год стал насыщенным для участников программы. Вслед за серией тренингов 100 финалистов, отобранные среди 60 тысяч сотрудников компании, прошли три модуля обучения. Они были посвящены состоянию горнорудной индустрии в целом, текущему положению компании, в частности, а также ее планам и проектам, запланированным к реализации на ближайшее будущее. Спикерами программы выступили топ-менеджеры и представители исполнительного руководства «Казахмыс». Люди получили достаточно обширную информацию о своей компании, имели возможность встретиться с руководящими работниками, с ведущими специалистами компании. А самое интересное и главное для нас, что люди сумели встретиться с друг с другом, пообщаться, поделиться своими мнениями, ощущениями. И, значит, после, особенно модулей такой, как был второй модуль, где люди получили отдельные практические навыки и в плане коммуникации, и в плане управления рабочим временем, в плане планирования презентационных каких-то навыков, Люди смогли это все попрактиковать. Я считаю, что большой плюс как для них в плане профессионального роста, так и огромный плюс для компании, потому что мы знаем, что завтра они все это будут, во-первых, применять на практике в условиях реальной жизни, во-вторых, они смогут этим зажечь тех людей, с которыми они работают. В этом году приглашение принять участие в отборе в программу получили около 2000 сотрудников, отвечающих критериям, половина кандидатов – представители технических профессий. По итогам последующих этапов отбора участников, тестирования и собеседования с функциональными руководителями были определены 100 финалистов программы нынешнего года. Одна из участниц, Елена Яковенко, занимала должность начальника ПТО ГРЭС. После того, как была объявлена программа, Елена решила попробовать свои силы и прошла успешно тестирование. Из 30 сотрудников женщина вырвалась вперед и показала лучшие результаты. Сама программа, когда ты уже все, говорят, звонят и говорят, все, Лена, вы в программе, вы попали, это было неверие. Как, неужели, да, вот я один из, там, сколько нас, больше трех тысяч, насколько я знаю, сдавала, и ты попадаешь. Ну, это, как вам сказать, да, это, ну, радость, не радость, ну, легкое недоумение, честно говоря, было. А потом, когда ты начинаешь уже, когда ты пришел, со всеми познакомился, мы же все, вот, вроде бы, всех же знаешь ты, корпорация одна, ну, Ну, я по роду деятельности знала половину людей здесь присутствующих. Но все равно это уверенность, уверенность в своих силах. То есть, я если раньше думала, что я там, ну, талантливая, не талантливая, ну, достаточно умная, умная, перспективная, то здесь уже это оценили со стороны. На следующем этапе программы топ-менеджеры и руководители ключевых функций компании станут персональными наставниками для участников проекта. С этой целью для каждого финалиста разработан индивидуальный план развития на ближайший год. Программа на этом не заканчивается. Я думаю, что коллеги начнут отбор для следующей сессии. Вот, а людям, которые закончили этот модуль, вот, они будут очень, достаточно часто встречаться. У них у каждого есть свой ментор, вот, есть свой персональный план развития. И хотелось бы, конечно, через полгода, через год посмотреть, чего эти люди достигли, что им удалось сделать, что не удалось, и как, в общем-то, компания получила, какой плюс, плюсы, какие компании получила от этого. Участниками корпоративной программы развития талантов могут стать сотрудники от 25 до 39 лет, имеющие казахстанское гражданство, высшее образование и стаж работы в компании не менее 12 месяцев. Следующий набор участников долгосрочной программы запланирован на 2013 год.